Продолжение следует... Эд Эвертон против Пулверхэмптона. Атмосфера сегодня отличная на стадионе и, надеемся, команды не подкачают. Эвертон с первых минут играет в следующем составе. Тренер явно не преподнес сюрпризов сопернику и выбрал традиционную схему. Любопытно посмотреть, что из этого выйдет. Добро пожаловать! Вот в таком составе сегодня Волверхэмптон будет начинать игру. Игроки выстроились по схеме 5-2-3. Даже не знаю, Георгий, назвать эту модель игры оборонительной или наоборот атакующей. Атмосфера сегодня отличная на стадионе и, надеемся, команды не подкачают. Эвертон с первых минут играет в следующем составе. Тренер явно не преподнес сюрпризов сопернику и выбрал традиционную схему. Любопытно посмотреть, что из этого выйдет. Вот в таком составе сегодня Волверхэмптон будет начинать игру. Игроки выстроились по схеме 5-2-3. Даже не знаю, Георгий, назвать эту модель игры оборонительной или наоборот атакующей. Атмосфера сегодня отличная на стадионе и, надеемся, команды не подкачают. Эвертон с первых минут играет в следующем составе. Тренер явно не преподнес сюрпризов сопернику и выбрал традиционную схему. Любопытно посмотреть, что из этого выйдет. Вот в таком составе сегодня Волверхэмптон будет начинать игру. Игроки выстроились по схеме 5-2-3. Даже не знаю, Георгий, назвать эту модель игры оборонительной или наоборот атакующей. Да не стало вмешиваться. Буквально несколько слов о комментаторах сегодня обошлось без сюрпризов. Как ни странно, и для вас работают Константин Генич и Георгий Черданцев. В прямом эфире мы сегодня смотрим одну из интереснейших лиг мира Англии. Эвертон в народе называют ирисками. Спасибо бесплатным конфетам, которые раздавались на Гудисон Парк в 20 веке. Рекорд по количеству матчей за Эвертон принадлежит вратарю Невилу Саутхолу, который 750 раз выходил на поле в составе Скаузеров с 1981 по 1997 год. И возвращает он мяч. Все-таки смогли они мяч перехватить совсем близко. Продолжение следует...